Активных сторонников запрещенного в России движения АУЕ обнаружили в московском СИЗО. Спецоперацию провели сотрудники в СИН. Руководил экстремистской ячейкой прямо из камеры криминальный авторитет Валерий Маганов. Визиту оперативников он явно был не рад. Как проходили обыски, знает Юлия Облицова. Такие спецоперации в СИЗО для устоявшегося арестантского уклада каждый раз как гром среди ясного неба. Поэтому визиту бойцов спецназа заключенные, мягко говоря, недовольны. В первой же камере, которую проверяют силовики, становится ясно, человек в спортивном костюме явно что-то скрывает. Зажал в руке белый сверток. На просьбу предъявить содержимое начинает спорить. Я тебе говорю, я покажу, там ничего нет. Ну, если ничего нет, то что вы на принцип пошли? Несколько минут упорных уговоров тщетно. И вот последнее предупреждение. Покажу, там ничего нет. Покажу, там ничего нет. Положите на стол. Нет, нет, нет. В чем проблема? Так, можно меня вывесить? В случае не выполняет законных требований, у вас будет принафига сила спецсвистовая. Нет, нет, спецсвистовая это не... Пладите, это же они. Послушаю. Послушаю. Действует ячейка запрещенного в России движения АУЕ. Да ничего нет, вот видите, стоп, 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 успокойтесь. Говорю, нету ничего. Если бы там было что-то, то мы проверим. Что проверим? Вы сейчас порвете, тапок вообще нет. Идеологи АУЕ призывают своих сторонников к вандализму, избиению несогласных, нападению на силовиков. По некоторым данным, руководит здешней ячейкой этот человек Валерий Маганов. В преступных кругах больше известный как Валера Блатной. Его назначили так называемым положенцем на воровской сходке. Такой теневой надсмотрщик над арестантами. Причем назначение происходило прямо в СИЗО. А процесс посвящения снимали на мобильной, в камерах. В ответе за положение Медведского центра от массы душ воров, Валера Блатной, по всем вопросам касаемо положения, обращайтесь к нему. Арестанты, будьте едины в делах и поступках. Именно Маганов контролировал азартные игры в СИЗО и любые поборы со всех, кто оказался здесь. В распоряжение оперативников попал даже главный финансовый документ, так называемая черная бухгалтерия. Здесь подробно расписаны все поступления, включая доходы от выигрышей в карты. Большая часть от них идет так называемым ворам в законе, которые сами находятся где-то на средиземноморских курортах. Во время обыска Маганов вел себя вызывающее, грубил силовикам, всем своим видом показывая, он здесь хозяин. Стол на его рту, сейчас увидите, что он на его рту. Я вам говорю, вы меня оставьте в покое, я вам сейчас спокойно это говорю. У меня молитва. Я показал, что это листок. Сейчас я вам спокойно говорю, оставьте меня в покое, не поднимайте мне нервы, я не уравновешенный. Сам Маганов находится в СИЗО сразу по трем обвинениям. Участие в преступном сообществе, разбой и грабеж. Известно, что до того, как попасть за решетку, он был видным участником движения АУЕ. Решал вопросы, поднимал свой статус. Кстати, даже находясь в камере, Валерий Маганов едва ли не каждый день заходил на свою страницу в социальной сети и явно мог позволить себе намного больше других арестантов. За участие в запрещенной организации ее финансирование Маганову и его соратникам могут предъявить новые обвинения. Юлия Облицова, Илья Ушенин и Антон Лукьянов. Телекомпания НТВ.